Всем доброе утро! Сегодня у нас плов. Плов на рынке, который, как все говорят, самый дешевый и не то, что его есть невозможно, а из самых дешевых ингредиентов. Сегодня мы сами с вами убедимся, из чего он состоит и посмотрим от и до весь рецепт. Вот я и на рынке. Это заведение, кафе находится с задней стороны рынка. Олим АК. Кто будет готовить плов, он уже с утра занимается морковью. С 7 утра обычный рез моркови, замаркандский, тонкий. Морковь желтая. Помещение вот так вот выглядит. Просто на ночь они все убирают, сюда закладывают. Мухат сухой, для ганни. И вот тот самый казан, в котором будут готовиться. Готовят на дровах плов. Я так понимаю, дрова, все остальное подвозят позже. Чтобы вы понимали, что сейчас утро на рынке раннее. Еще мало машин. Здесь в обычное время не пройдешь. Здесь столько народа. Мы как раз находимся в задней части рынка. Если вон, видите, ворота, туда проходишь, там оптовые. То есть там уже люди закупаются мешками, ведрами. А как раз за мной розничный рынок большой. Для тех, кому интересно, на плове худеть можно тоже. И очень хорошо. Даже несмотря на то, что это узбекский плов, он жирный. Я реально худею на плове. Мне достаточно один раз в день поесть плов. И второй раз перед сном что-то другое поесть. Но обязательно как источник энергии должен быть плов. Одним из блюд причем. А женщины ходят с какими-то кастрюльками. И в них насыпают траву. Ну и трава обладает антибактериальным свойством. Дым этой травы. Вот они предлагают свои услуги за минимальное количество денег на рынке. Мясные заготовки. Уже нарезанные довольно немелкие кусочки. Принесли нохат. Биркило? Один килограмм нохата. Продолжается резко моркови. Сабзи больно? Больно. Все, морковки достаточно. А ничкило? Крехтило. Вот это слово я не знаю. Но вы мне переведете. Сейчас мне покажут. Двадцать. Нет. Четыре. Сорок килограмм? Сабзи? Вот здесь? А, еще. 40 килограмм моркови только будет. Сколько же будет плова? 40 килограмм риса, 40 килограмм моркови. Там еще кто-то пришел. Коллеги по работе. Какая рыночная, рыночная столовая небольшая. Как раз вот сейчас будут выносить плов. Я сижу в машине, чтобы не мешать им. Вот видите? Чайхана. Или чайхана. Интересно, как же это пишется. Все, конечно, смотрят так на меня. Неожиданно для них с камерой. Ну, тут меня уже 150 раз видели, поэтому для кого-то привычно. Чистка риса, вернее, перебор. Рис хороший, в общем, выбором. Чистенький. У вас пирожки? Пирожки, беляши. А с чем пирожки? К окошками, поясами. Гумма называется, да? Йо-йо, беляши. А, беляши мясные. Беляши татарские. Беляши татарские. А вы можете спросить, сколько килограмм моркови для плова будут резать? А то что-то мне сказали, что 40, а там, мне кажется, в казан столько не влезет. 40 килограмм моркови? Я смотрю, сижу, влезет, не влезет. А лук, вот это весь лук, да? Пьется. Все? На весь казан столько лука будет? А можно нам салатать? То есть, лук здесь особо не любят. Ну вот, какой-то хворост вытащили. 40 килограмм моркови сюда влезет. Что-то мне опять сомнение, честно. Не знаю почему. Или как-то поэтапно будет загружаться, что... Все это увянет. Ну, посмотрим. Зигирь? А. Начинается шкварчание. Казана. А дров хватит для плова? Не тазон, значит. Нет, нет, не хватает. Еще привезут, значит. Такое, да, вот, трава при кучке. Насколько человек здесь получается плова? Ну, да, килограмм на 7 человек. А здесь будет сколько? 20 килограмм. Ну, здесь кладу. Ее на икте. Ну, 22. Двадцать, двадцать. Буря, может, хана. Улезет. Ягут что-то не то с морковкой. Что-то мне неправильно привезут. Ну, снимаю квартиру здесь. А так из России. Пипер. Построю. Построю. Я тоже работаю на взрослый, ну, японский, ну, фулсер, ровно. Сейчас здесь выходной? Нет, не выходной. Просто я болел носом, аферистским. Ой, от казана прям тепло пошло. Приятное. Это морозное утро. Не морозное, оно холодное. Здесь такой холод своеобразный. А вы тоже здесь работаете? Вы тоже здесь работаете? На уличный столик вытаскивают составные плова. Масло, когда наливали, оно было такое более густое. И, если честно, от него первый раз уже такой аромат почувствовал. То есть, ничего плохого, но он прям сильно вяжущий. Но это не передать тем, кто не знает. Зигирьное масло. Трудно объяснить этот аромат, этот запах. А еще масло будет туда наливать? Или это уже все готовое зигирьное? Он уже готовое налил, да? Оно смешанное? Там зигирь с каким? С хлопковым или семечки растительным? Семечками, да? Может быть, поэтому? Это и есть объяснение. Закинули мясо вместе с луком одновременно. Добавляют зиру. Еще мясо добавляют. Закинули. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Она реально дорогая Мелкая вот эта горная Здесь продолжается Нарезка курдюка Еще добавляют Я так понимаю Так что происходит тут Тут происходит Нарезка Помидор на салат К плову Соленые бочковые Вытащили Небольшой столик То есть кто-то будет здесь Употреблять Дамазы Некси и Дамазы Добавили мелко нарезанный курдют Прям сверху положили Поклали и накрыли крышкой И опять все это продолжает вариться И опять он После того как поднимал крышку Опять прихлопал Уплотнял морковь Смотрите морковь увяла Осела Масло вышло на поверхность И все О майнуха Как-то сюда зашла Или мусича майнуха Нарезка салатом Полным ходом Поклали Масло Масло Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Федя до меня столько плова не ел Сколько стал есть со мной его Благодаря мне Федя начинает влюбляться в плов А то плов был его нелюбимым блюдом Да, Федя? А с Вангельшем не трат Федя, мы с тобой одну порцию, но двоих давай По чуть-чуть Принесли салат Сейчас подошли к хозяину Сказали, если ты не возьмешь деньги Мы есть не будем Он обиделся Мне реально вот здесь Неудобно не дать деньги Потому что когда ты приходишь в крупную Вашхану, конечно, там для них Мелочь Копейки А вот когда видишь, что человек Небольшой казан На рынке с арендой Совсем как-то неприятно Принесли нам сейчас три вида салата Мы взяли вот такой, именно зимний вариант Чай сейчас Чай, не мешай Три минуты подождем Три минуты подождем Лепешка горячая, что ли? Смотри, они прям свежие, горячие Да, свежие Принесли его нам Яйца не надо Яйца не надо Мы без яиц едим Давай опять пробуй Зацени вкус Ребята, сейчас Чай в ругасте Чтобы желудок начал работать Он уже работает, в принципе? Ребята, я без лепешки не могу есть Я только хотел сказать Феде Все есть с хлебом Да, без лепешки я не могу Мясо прям золотистое Такое обжаренное Красивое Вкусный, да, Федь? Что тут комментировать? Сейчас я попробую Федь нахрен Вот даже мясо не надо Это божественно Это божественно С утра есть плов В принципе Ничем он не отличается От того же Чайханского Ну, чуть-чуть поскромнее Набор продуктов Но если он приготовлен Профессионалом Который умеет Тактично все это обыгрывать Ну, крупный, да? Все очень вкусно Все очень вкусно Остатки сладкие Смотри, что ты сейчас должен сделать Кончиком мизинца А намазать брови В курсе для чего делать? Чтобы волосы хорошо росли В курсе, да Давай Будешь чернобровым Там какой-то затором происходит Надо еще отсюда С рынка как-то выбраться Вроде потихонечку Рассасываются они После плова Мы с Федей Решили поехать Попробовать самсы А самсу здесь готовят Несколько видов Я вам сейчас покажу С чем вот? С тыквой? Это с пить Печень Печень Это с травой А, мясная Это сколько видов? Четыре вида, да? Там здесь все кушают Подержи секунду Фитографию Пошли Пошли Видите, он более руками Сверх надо Сверх надо А, есть? Я думаю, что мы прям здесь все едят Это самая Как сказать Самая Одна из самых лучших Самсушных городов Мы сейчас тыкву с тобой возьмем А по чем здесь самса? Какая-то Сверхи Одна из самых лучших Ничего 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 Две кайка? Что? Две кайка Две кайка Две кайка Две кайки Две кайки Две кайки Две кайки Будешь так кульмируем? а зеленью зеленью понятно все еще по возьмем попробуем хочу с тыквы попробовать тряпочкой а тряпка с маслом или просто тряпочка из масла а просто чистить здесь вон я ничего не говоришь вот так все едят здесь не мешает им нет наоборот реклама заведения дает так лучше если едят туда здесь тандыр высокий можно стоя ой там сейчас начинается закладка пойдем посмотрим что тут закладывать все начинается печенью пирос реально вижу ведь мы с тобой мы с тыквы возьмем попробуем да а там чисто тыквы или курдюк тоже а понял горячий жир так все это выглядит сбоку упор на стену заниматься спортом не надо смотри что вот так весь день и сколько в день штук делают сам сэк 800 800 штук каждый ну да тут через месяц тебя будет спина как у атлета хорошо тандыр не сильно глубокий пришлось бы туда залезть целиком особо-то самса здесь не задерживается он не успели вытащить уже все разбирают полностью облепили да и сколько штук за за один раз заходят туда сейчас 140 штук здесь смотрите голыми руками он берет угол горячий причем у него руки уже не чувствительны к жару похоже какие виды самцы здесь есть это куриная с печени так мясная мясная острая чаще тыква а 6 картошка 6 вот сейчас 6 видов самцы здесь готовить не всегда то есть всегда в узбекистане вот такую с виду место ну как сказать слишком простецкая а готовят в нем очень вкусно почему здесь не делают ремонт потому что здесь расширение дороги будет поэтому хозяину не вкладывает то есть после расширения где-то он будет ставить свой цех свои тандыры и конечно очень удобно можно было бы с оригинальничать превратить тандыры такие но это правда заморачиваться прям столы стоит чтобы стояли ели зимой даже не получается чтобы ты между тандырами входил вот например вот сюда да и получается жар бил в ноги фантазия такая я бы замутил таком за самцой топ все успевает приезжать едут и едут и едут не скачаемый поток нам давай одна курица 1 тыква 1 картошка а курс нет да это 1 тыква 1 картошка тыква и острое мясо 3 штуки все все по записи расписывается а то кто-то без запуска анту и даже так вы представляете да здесь греют вода в этом тандыре теперь я вместо тандыр целый список он ведут там в солнце заказывает с собой или на будущее нашу самсу вытаскивать федя отказывается есть самсон объелся плова он съел больше меня поэтому он сыта я много плове я не могу ведь пока здесь я тебя приучу до конца к плову чтоб ты его любил как истинный узбек нам принесли масло какой-то томат или кечка не знаю что такое то что будет наливаться в самсу вот так выглядят списки с самсой на узбекском на языке все это катушка то есть у все у всей самсы разные формы чтобы я не путать иначе спутаешься дождался свою острую сейчас немножко остынет но тесто прямо после тандыры сначала жесткая дадим и чуть-чуть остыть а эти две мы возьмем домой тыквы и картошка этот они а мне мясо с перцем придется мне мне придется я тыкву сейчас не буду пробовать что вот так она выглядит у соседа по столу подсмотрели а а а а а а а Не сильно острая, для меня она нормальная. Для меня терпимо, вкусно, а вот сейчас пошла острота чувствуется. Вкус описывать не будем, я думаю наличие людей, которые здесь едят, говорить само за себя. Спасибо. 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 Спасибо.